История Добрый день! Вы слушаете радио Фонтан КФМ в эфире программы Вивота Стория и ее постоянный ведущий Сергей Виватенко, историк, член элитарного клуба «Что, где, когда». Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о событиях очень далекой старины, и даже при всем желании мы, если начнем какие-то источники наверняка разыскивать, то их будет такое количество, и они будут столь уже в веках, так сказать, переделаны под ту или иную идеологию, что мне кажется, что будет очень сложно добиться какой-то правды. Абсолютно верно, как бы источников мало и много интерпретаций. Итак, Чингисхан, монголо-татарское нашествие на Русь, но, тем не менее, источников-то мало, знаем-то мы мало, что, а вот какой-то страх перед монголо-татарским, Иго, все равно, наверное, на генетическом уровне у каждого русского человека остался. Абсолютно верно, да. Незваный гость хуже татарина. Или лучше, это спорный вопрос. Да. Ну, давайте начнем тогда. Давайте. Итак, татары-монголы и наша страна. Действительно, это единственная нация, которая смогла победить русских, ну, наших предков, да, и мы потеряли независимость. От чего мы потеряли независимость? От разных фактов, да. Первое, наверное, феодальная раздробленность. Феодальная раздробленность – это время, когда рухнула Киевская Русь на мелкие удельные княжества независимые, и если мы действительно были громадным, громадным государством, то теперь мы стали маленьким, который разбили по частям. С другой стороны, конечно, талант не только монголов, но, наверное, Чингисхана. Итак, монголы жили тихо-спокойно в Центральной Азии, на том месте, где сейчас называется государство Монголия. Кочевали. Кочевали, да, со своими лошадками мелко, с маленькими ножками, да, и с баранами своими туда-сюда. Как бы и неожиданно вдруг захотелось им переселиться. Почему, да, вот почему происходит переселение народов? А мы говорим о татаро-монгольском Иге, понимаете, 6 тысяч километров до попересеченной местности, да, что толкает вообще людей переселяться в таких мест, да? Так вот, историки, 80 сейчас, хотя источников мало, но археологи, в общем-то, установили. Что, почему такая активность была монголу в это время? По той причине, что первые 5-6 лет 13 века в степи был неурожай, была засуха. То есть трава не росла, лошади и овцы, у них были проблемы, и поэтому монголы стали искать другие территории. Но, понятно, переход на другие территории – это столкновение с местными, как бы, да, другими аборигенными племенами. Итак, действительно, что вообще заставляет народ переселиться? Какие причины, да, объединения народа? Ну вот, если говорить про монгол, то там предпосылки для складывания единого гусларца складываются где-то во второй половине XIX века. То есть это общая территория проживания, общая культура и общие цели, да, какие были, да, общие враги. Какие же были цели у монгол? Ну, наверное, совместно выжить и увеличить свое, да, видимо, деторождаемость в это время у них увеличивается, количество земель уменьшается, и поэтому, как бы, надо заниматься агрессией против соседей. И, конечно, Чингисхан. Чингисхан – это тот человек, который объединен в монгол. На Курултайе 1206 года, Курултай – это совет, если вы, Саша, знаете, Курултай им называется Верховный совет Башкортостана. Нынешние наши субъекты федерации в Атанисии тоже назвали Курултаем. Так вот, на общем совете всех монгольских племен, и какие там еще проживали, потому что вопросы спорные, были приняты три решения. Первое – объединиться. Второе – начать завоевательные походы. И третий – избрать руководителем Чингисхана. Чингисхан вообще – это должность, а не имя. Чингисхан переводится на русский как «выше только небо», «небесный», да, то есть выше его начальника нет. А настоящее время, настоящее имя, опять-таки, да, по каким-то источникам Турмы – это Тимучин или Тимуджин. Да, Чингисхан, про него, ну, как бы, есть официальная биография, на которой многие пишут диссертации. Но официальная биография не всегда верна. Есть много апокрифов, то есть непроверенных источников, да. Но так или иначе, считается 1162 год, год рождения Чингисхана. Чингисхан родился в ханской семье Идугея, достаточно известного человека. Потом папа умер, ну, в общем, он скитался. Судьба, единственное, что, как бы, все на этом сходятся, он родился на территории Российской Федерации. Он не знал этого счастья, что он родился, да, в субъеке Федерации Бурятия. Да, на реке Онон. И вот на этой реке, как бы, да, он родился, потом воспитывался. У него была достаточно, скажем так, сложная судьба, особенно в молодости. Его из, это самое, как бы, отца его убили, дедушку убили. Вот мы говорим татаро-монгольская Ига. Вообще, как правильно их называть? Татары, монголы, татаро-монголы. Хороший вопрос, да, на самом деле. Потому что, я думаю так, тех, те люди, которые на нас напали в 1237 году, о которых мы сейчас говорим, их надо называть монголами. И никак иначе. Потому что татары, татары, это одно из племен. Монгол, скажем так, одна, это одна семья языковая, да. А татары, тюркская семья, другая. То есть, они уже здесь отличаются, да. Так вот, татары, это были главные враги клана Чингисхана. Они отравили, они отравили отца Чингисхана, убили дедушку. Ну, в общем, там разные ужасы. И называть его татарином, я думаю, Чингисхан бы обиделся. В принципе, да. Но вот он был выше всех этих ситуаций, да, этой самой кровной мести, всех этих вещей. Он был человеком, да, действительно, ну, гениальным, что ли, да. Вот четырехмиллионный, сейчас там сколько они проживают, примерно столько, да. Четырехмиллионная Монголия, да, дала великого человека. Сто процентов. Нью-Йорк, Вашингтон-Пост, газета, назвала его человеком тысячелетия. И лучшим военачальником всевременно народов. Потому что территорию, которую он захватил, да, давайте представим, всю Сибирь, Китай, Индокитай, Северная Индия, Средняя Азия, Иран, Закавказья и дошел вот до Ростовской области. Ну, нас-то захватил его внучок Батый. Это про это, да? Ну, до Новгорода-то они не дошли, никто. Не-не-не, ну, до Новгорода, да. Не-не-не, это мы уже говорим о внуке Чингисана Батыя. Мы говорим о том, он же умер в 1929 году, то есть в 1927. А нашествие было в 1937, то есть еще здесь лет. То есть он дал толчок. Вот эти территории захватил он. Действительно, никто, ни Суворов, ни Александр Македонский, никто рядом не стоял. Действительно, он сам был великий, да? И великий он был человеком, наверное, он стоял выше, я уже говорю, всех этих вещей. Вот, он не мстил, знаете, мстить, там, ты побеждаешь и издеваешься над пленными, там, их вырезаешь и так далее и тому подобное. Он предлагал им другое. Будем, как бы, союзниками, идите ко мне войско. То есть этим он отличался. Один раз во время одного сражения ему попала стрела, метко выпущенная в шею. И вот, ну, Кер, его сподвижник, значит, да, она была еще с ядом, да, он высосал кровь с ядом, да, оставил его живым, Чингисхана, да. Вот, а потом то племя, которое с ним воевало и прочее, да, как бы взяли в пленные. И там был Джебе, будущий его начальник, да, он сказал, это я, я в тебя стрелял. Он его назначил главным лучником. Тоже вот так вот, да, остался жив, да, у нас бы, я не знаю, там, может быть, изрубили на мелкие кусочки. Он-то понимал, такие люди ему нужны. Так или иначе, действительно, апокриевов о Чингисхане очень много. Да, действительно, в любом интернет-издании, в любой книжке вы увидите его портрет китайский, да. Ну, понимаете, я могу сказать, и Ленин, который стоит в Бурятии, где-то он тоже похож на Бурята, да. А в Калмыкии на Калмыка больше, да. То есть понятно, что люди какой-то национальности хотят видеть его больше похожим на себя. По другим версиям, он был блондином голубоглазым. Понимаете, да, вот тоже, тоже. Историк такой, ну, публици, скорее, Чевелихин, называет одно из племен, которые там были, джижени славянские. Я не знаю, исторически это неслорически, но, в общем, какие-то там корни тоже были интересные, да. Тоже такие люди, как бы, да, с такими волосами-глазами там рождаются неожиданно, непонятно, почему в Монголии такие вещи, да. Ну, вообще, тоже вопрос такой, опять-таки, он малоисторичный. Историки, наверное, меня убьют, но есть такие мнения, да. Да, считается, что Денигисхан был христианином. Христианином. В то время там была нестрианская религия христианская, нестрианский толк, да. И одной из племеней, караиты, да, они были христиане. Вот, а караитов он очень уважал, потому что вполне возможно, что он может быть, ну, точно был не мусульманином. Тут, как бы, тоже тут такие вот вопросы, да. Чем Денигисхан не похож на других, да, какие? Ну, во-первых, это, конечно, его работа такая, ну, конституция, что ли, свод законов, называется ЕСА, да. Да, главное там, это дисциплина. Монголы не самый дисциплинированный народ или буряты, да. Вот, а он их сделал, чтобы они были дисциплинированные, и все лучшее, что у них есть, храбрость, меткость, четкость, да, он у них выработал. И они действительно стали непобедимой страной, непобедимой армией. Да, он разделил всех на десятки, да, потом сотни, тысячи и сто тысяч, десять тысяч на золстатумен, да. То есть каждый человек, каждый Айрат, да, Айрат знал, да, в какой части он служит. Он знал свои девять человек, которые служат вместе с ним, да, в лицо. То есть если война, то есть никак сейчас забирают непонятно куда, да. Мой дедушка с Волги, а служил в краснознаменной сибирской дивизии. Почему, непонятно, да. Вот, но я представляю, как он там приехал, там, и с кем он там сталкивался, да. Этуш воевал, да, москвич, да, он служил и воевал в азербайджанской дивизии. От этого у него акцент такой, помните, этот самый, кавказской пленницы, да. Вот, а монгол каждый знал. Каждый знал любого человека, кто с ним будет воевать плечом-плечом. Во-первых, никакой дедовщины, да, потому что знает, где он живет, и как бы, да. А с другой стороны у них было, если хоть один побежит, убивает всех десять. Если десятка победит, убивает сто. То есть дисциплина была достаточно жесткая, да. И Чингисхан действительно это делал. Он действительно, как бы, сделал очень дисциплинированное монгольское воинство. Как бы это ни странно сейчас звучало. Итак, Корултай, 1206 год, пошли завоевывать, да. Сначала Сибирь и Китай. Тоже интересно. Человеку, которого, если можно сказать, мозги немножко по-другому завернуты. То есть, да, вот, знаете, китайцы строили против монгол. Они строили Великую Китайскую стену. Стоили долго, да, громадные деньги. Потому что монголы их, как бы, да, немножко, ну, как бы нервировали, да. Они все время ходили, обворовывали их. Ну и считали, что построим такое средство ПРО, да, после которого ни один враг, на нас нет, ерунда. Всегда против любого ПРО, да, найдется другое, да. Как вот придумали самолетами атаковать, извините, башни, да. Вот, и оказывается, что современной защиты нет. И вот китайцы строили, 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 строили эту Китайскую стену. Ченг Сан подошел к Китайской стене, дал взятку местной охране. Она открыла дверь, он вошел в Китай. Все, все. Без каких-то кровавых вещей, историй и так далее, и тому подобное. Молодец. Есть один апокриф, как бы, да, сразу скажу, что, как бы, да, один из источников. Но он не очень проверен, но очень характерен. Вот, в одной из сражений, понимаете, да, монголы, Китай, китайцев тогда было уже 100 миллионов. Монгол около 200. Понятно, что монголы не могут в равном сражении уничтожить китайцев, да. Ну вот, но при помощи своих тактики, а тактика у них была кавалерийская, очень великолепная, охваты по флангам, окружение, уничтожение, да, еще разных вещей, да, китайцев монголы били. Ну, тяжело. И вот в одном сражении 3000 монголов взяли в плен около 15 тысяч китайцев. Что с ними делать? Вот такой вопрос, да. Если мы их убьем, ну, как бы, понимаете, пленные, да, то китайцы будут знать, что монголы пленных убивают, и поэтому будут драться до последнего солдата, понимаете, да. Отпустить их. С одной стороны, они снова валются в китайскую армию, с другой стороны, как бы, они скажут, они там слабые, да. В пленных кормить 15 тысяч, да извините, на 3 тысяч в степи-то не найти еды, да, понимаете, кормить. Что с ними делать? Вот. Ой, сейчас. Чингисхан придумал. Чингисхан придумал то, что не сработало у китайцев. Он приказал своим, опять-таки, это источник такой, он приказал своим солдатам опустить монголов, китайцев, а потом их отпустить. То есть, каждый солдат изнасиловал по 3 человека и отпустил. И вот изнасилованные китайцы, да, вернулись домой, и у китайцев, как бы, внутри-то ничего. Как это? Они ждали что угодно, только не этого. Понимаете, да, и вот они были до такой степени ошарашены, что монголы этим воспользовались и победили. Понимаете, да? Я не говорю, хорошо это или плохо, я говорю о том, что Чингисхан придумал так, что китайцы даже их аналитики даже не прослеживали. Понимаете, да? Так или иначе китайцы захватил. Да, понятно, что, как бы, через два поколения о монголах уже не вспоминали. Китайцы просто, да, монголы женились на местных, да, то есть дети уже воспитывались в китайской культуре. Так же у нас в России. А монголы, они могли, скажем так, собирать дань, уничтожать врагов, да, но они не вмешивались в местную культуру. Поэтому, если мы говорим о русских старинных дворянских родах, да, я вам произнесу, Саша, вам всем известные фамилии наших русских аристократов, которым мы гордимся, у которых татарские корни и фамилии. Юсупов. Умница. Еще. Ахматов. Ахматова, ну, хорошо, да, Карамзин, ну, это как бы самое распространенное, а теперь другие. Кутузов. Кут, значит, угол, да, Япончин, значит, Плащев по-татарски, да, Алябьеви, Тургеневы, Рахманинов. Понимаете, да? Это все люди, или помните у Чернышевского, что делает, там, Архметов был, да, из Архметовича, да? Вот. Это все люди, которые были из Китая. То есть они спокойно приняли нашу культуру и слились с нами. Может быть, и поэтому, хотя там жесткая была татаро-монгольская ига, но мы, наверное, скажем так, к татарам нормально относимся. У нас нет русских, то есть я говорю про русских народ, да, у нас нет какой-то отрицания к татарам. Какие-то неплохие, да, хотя они мусульмане и прочее. Спокойно мы с ними живем, да, общаемся к соседям очень хорошим, да, к другим народам. Это вы говорите про китайцев? Нет, про татар. Про татар, вы сказали китайцы. Извините. Нет, нет, нет. Татары, я тоже удивилась, что они в Сулеймане. Все, извините, я оговорился. Конечно, про татар. Ну, в принципе, да. Татар, да? То есть мы говорим про казанских татар, да, которые вот остатки там всех этих вещей, да? Мы нормально с ними общаемся. Мы более близкие народы воспринимаем хуже, да? Например, поляков. Ну, хорошо или плохо, но поляки славяне, да? Вроде христиане, да? Но у нас с ними намного больше, скажем так, у них на нас обид. И у нас на них обид. Я думаю, что мы еще поговорим с вами в взаимоотношении с братьями нашими. Да, там, ну, там, с национальным вопросом какими-то, да? Вот с народами, которые вокруг нас. У нас есть просто действительно много вопросов и к ним, и у них к нам, да? Попытаемся разобраться. Что к чему? Какие обиды? К татарам? За то, что они нас в 1237 году что-то с нами сделали? Нет. Я не думаю, что какой-то человек будет им мстить там или говорить, что вот вы татары там. Но если только в шутку. Понимаете, да? С другими как бы, да, вот мы с вами говорили про смуту. Смута была, да, определенно. Вот видите, да, может быть из-за того, что татары не хотели нашей души, да, а поляки типа хотели нашей души. Ну, чтобы мы стали католиками, понимаете? Вот эта разница есть, да? Татары были в этом отношении более лояльны. Итак, захватили Китай, Сибирь, потом Среднюю Азию. Впервые русские столкнулись с татарами 31 мая 1223 года. Это так называемая битва прикалки. Она была очень характерная. Половцы, с которыми воевали в то время татары, они попросили помощи у русских князей. И три князя пришли. Что интересно, у них было одно имя, Мстислав. Мстислав Киевский, Мстислав Галецкий и Мстислав Черниговский. Вот они все пришли на реку Калка. Река Калка сейчас в районе Ростовской области. Вот. Их было больше, чем китайцев. Но стал вопрос, кто будет начальник. И тут, как бы, да, да ты кто такой? Да ты кто такой? В общем, не договорились. Потому что феодальная раздробленность – все главные, да? И встали. Киевляне отказались даже перепроводаться через реку Калка. Галичане встали в районе Брода через реку, да? А черниговцы перешли. И татары нас разбили по частям. Татары-монголы. Да. Вот это было первое столкновение. Это было предупреждение, как правильно сказал Карл Маркс, да? Предупреждение России, что феодальная раздробленность – это гибель. Но мы посчитали на русский авось. Авось не будет. Произошло. Через 14 лет татаро-монголы снова к нам пришли. И так вообще правильно, как их называть? Почему их называем татарами, да? Потому что по одной из версий, одно из... Вот татарское племя шло в авангарде в 1237 году нападение на нашу страну. А татаро-монголы этот термин придумал один учитель гимназии в 20-е годы, 19-го века. Я думаю, что оно тоже неправильно. Наверное, их всех надо называть монголами, да? Но так или иначе, действительно, в 1237 году зимой, ближе к зиме, началась эспансия татар. Почему зимой, да? Вот у нас как-то вот очень... Понимаете, в чем дело? Я вот всегда как бы... Ну, я считаю, да? Когда у нас показывают фильмы, особенно, знаете, 40-е годы, 50-х, немцы там идиоты, да? Понимаете, да? На них смотришь, да? Ну, что вы, немцы самый опасный враг. Какие они идиоты? Они умные, циничные и так далее, и тому подобное. Если у нас из врагов не делали бы идиотов вот так вот, да? Может быть, и воевать было бы легче. Чтобы потом не было разговоров, да? А чего это они оказываются умнее нас? У них техника лучше и прочее. Татары тоже не были идиотами, да? Татары-монголы или монголы, извините, да? Они наступали зимой. Почему? Потому что в России нет дорог. Ни тогда, ни сейчас. Вот мой коллега, который был передо мной, да? Рассказал разные ужасы про современные дороги. Тогда их вообще в принципе не было. Были направления и прочее. Так вот, татары наступали зимой почему? Они наступали по руслу рек. Река замерзала, это становилось прекрасной дорогой. И вот они по этому льду рек шли, потому что все города находятся на реках. Это они прекрасно посчитали, да? И поэтому по рекам очень хорошо прошли по нашей стране. У них началась проблема под Новгородом, да? Ну, они дошли до озера Селегер нынешнее, да? Если вы будете на Селегере или посмотрите карту Тверской области, то увидите интересные два географических названия. Малые татары и большие татары. И находятся они около Игнач-креста. Игнач-крест — это самое северное предвижение татаро-монгол в 1237-38 году. То есть дальше они пошли. Даже географическое название стало такое. Я знаю, что даже там есть деревенька под названием «Старинная» — «Пресеки». И там ходит легенда о том, что именно там пресекли татарское нашествие. Ну вот, понимаете, да? То есть вот как бы история осталась. Почему татары дальше не пошли на Новгород, да? Почему они не дали шанс? Ну, может, Бог помог, да? С одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что сопротивление русских городов было жестокое. То есть татары теряли все время, скажем так, своих воинов. Притом, кого теряли? Как сказал Гумилев бы Пассионариев, да? Ну, кого первую очередь убивают, то первый наступает. Понимаете, да? Вот первый выскочил, самый храбрый, да? Ну, понимаете, да? Только лучшие люди выскакивают из окопа первыми, да? А те, кто хотят выжить или прочее во время боя, выходят последние. Ну, и так же и там. И мы их уничтожали. И в конце концов у татар уже не осталось активных таких профессиональных воинов, которые могли вести дальше сражения. И второе, началась весна. И их лошади начали тонуть в грязи. В нашей, да? Ну, это как вот танки Гудерьяна, да? Самое большое такое психологический шок. Генерал Гудерьян, лучший танкист Второй мировой войны среди немцев, да? Он в своих воспоминаниях писал, что когда его танковая колонна шла по шоссе Минск-Москва, да? В районе Витебска, их танк утонул в грязи по башню. Да, на центральной, на центральной шоссе. Вот то же самое, наверное, получили и китайцы, да? Они были в ужасе. Так или иначе, да, дальше уже идти было просто невозможно. И они считали отступать. А у них там автобаны, что ли, были в то время в Монголии? В Монголии? Чем их удивить-то? Знаете, вот могу сказать, Чингисхан, Чингисхан, он большое внимание уделял дорогам и почте. То есть обязательно. В каждом городе была почта, которую руководил только монгол. То есть, да, вот Ямчик, слово, это монгольское. Ямджи, да, Ям, да? Знаете, вот, ну вот, у нас город Ям есть, ну, Кингисхев, да? Вот, как бы, да, это место, где меняется лошадь, да? Ну, вот станционный, смотрите, вырита, да? А вот монголы всегда держали что угодно. Кого самого талантливого, умного, ну, местного могут поставить куда угодно, хоть командовать армией, но почту, за почту отвечали только монголы. То есть, да, скорость продвижения информации там, да, у них была очень большая в это время, да? И, ну, дороги, конечно, автобан не было, да, в принципе. Но, с другой стороны, понимаете, там воды-то мало в монгольских степях, да, как в пустыне Гоби рядом, да? Вот, поэтому грязь такая у них, если была, то очень недолго, понимаете? В основном там была достаточно крепкая, крепкая почва, да? В общем, скажем так, монгольские лошади не были готовы к весенней русской распутице. Так или иначе, действительно, монголы победили. Монголы нас победили. Почему? Главная причина – феодальная раздробленность. Тут даже разговора нет. Что такое татаро-монгольская ига, в нашем понимании? Это несколько вещей. Первое – это, конечно, исак. Это дань. Исак – это название, даже сейчас, по-моему, на якутском языке, по-моему, на якутском, да? Исак означает налоги. А вот, да, значит, исак – это налог. А дань – это тоже татарское слово, а также слово – деньги. Вот у казахов, да, их денежная единица называется тенге. Да? Тоже деньга, да? Понимаете, да? То есть, первое – это налог, жестокий, достаточно большой. Второе – это ярлык. Разрешение китайцам, ой, господи, разрешение русскому князю получать разрешение на правление. Да? Ярлык. У нас тоже это осталось слово, да? И третье – что татары, когда татары с кем-то воевали, мы вынуждены были в свое войско помогать им в войне. То есть, интересовала нас эта война, не интересовала, мы становились тоже их союзниками. Вот три вещи. И самое главное – монголы никогда не лезли в нашу душу. Им было все равно на нашу религию и на нашу культуру. Поэтому у нас был шанс на возрождение. И, конечно, остался еще центр Новгород, который смог это сделать, да? Итак, в два присеста татаро-монголы нас захватили. 37-38, 40-41 год. До 1380 года мы были частью Китайской Орды. Эй, господи, татаро-монгольской Орды. А Гумилев, ученый, считает, что у нас был симбиоз. Другие считают, что было жестокое подавление. Как было на самом деле, я думаю, что первое все-таки ближе, потому что у нас нет отрицания татарам. Такого сильного, да, что просто там, да, до отрыжки. Вот думаю, что, наверное, симбиоза было больше. Но до того момента, как это все изменилось, после того, как татары приняли ислам. Вот великие религии, такие как ислам, христианство и другие, они очень любят другие народы как бы заставлять под себя. И вот это вот столкновение уже пришло, да? Куликовская битва 1380 года, это, конечно, вот столкновение как бы с одной стороны религиозное тоже. Об этом надо помнить. Я думаю, что о некоторых таких конкретных моментах татаро-монголовского ига мы поговорим еще и в дальнейших передачах. Обязательно. Правильный ответ – малая столовая. И правильный ответ прислал, среди прочих, у нас очень много правильных ответов, мы буквально выбирали много от Сергея. Прекрасно. Номер телефона начинается на цифры 952-214 и так далее. Это не мой телефон. Да, и я с вами обязательно, Сергей, созвонюсь и... Поздравляю. ...объясню, как получить приз от Фонтанки. Это рубашка с логотипом Фонтанки. Ну, давайте-ка сегодня тогда напомним нашим слушателям, что мы каждую передачу разыгрываем тоже хороший приз. Сегодня тоже эта рубашка с логотипом Фонтанки. Ваши ответы на вопрос, который Сергей сейчас задаст, вы можете оставлять на нашем сайте fontanka.fm. В специальной графе вопрос программы «Виват. История». Слушаем вопрос. Итак, какой населенный пункт, который сейчас находится в Калужской области, китайцы, ой, извините, татаро-монголы переименовали и назвали его злым городом? Большое спасибо, Сергей. Пожалуйста. До встречи через неделю. Нашим слушателям также большое спасибо за внимание. Присылайте ваши пожелания относительно тем следующих передач. Да, конечно. К нам можно оставлять у нас на сайте, можно оставлять где-нибудь ВКонтакте. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok